Традиционно понедельник мы начинаем с зарядки, желательно с бодрой, хотя всякие примеры были видны в студии ТВ+. И вы знаете, сегодня тот нечастый случай, когда проведет зарядку для нас мужчина. У нас в студии здесь тренер по фитнесу Роман Лыжин. Доброе утро, Роман. Доброе утро. Почему-то так получается, что в основном именно девушки к нам приходят проводить зарядку. Вообще, если посмотреть на фитнес, кого там больше, мужчин или женщин? Я думаю, что женщин все-таки больше, но я думаю, что те и те одинаково занимаются спортом. Просто понятие фитнеса, оно такое растяжимое. То есть кто-то ходит просто в зал, кто-то занимается больше силовыми тренировками, кто-то единоборствами. Поэтому это все спорт. Очень многогранный спорт. И в моем случае это больше, конечно, функциональные круговые тренировки. Поэтому я бы не сказал, что это совсем фитнес, но это к фитнесу тоже относится. Ну, у нас сегодня на зарядке тоже женщин будет большинство, потому что помогают Роману сегодня Елена и Эльвира, очаровательные девушки, которые скоро приступят к занятиям. А сначала я поинтересуюсь у Романа, а что мы сегодня будем делать? Что за тренировки? Мы проведем пятиминутную интенсивную разминку, постараемся задействовать все группы мышц. Начнем мы сверху тела и закончим упражнение на работу на пресс. И все это за пять минут успеем? Да. За пять с половиной минут мы успеем. Все. Руки, грудь, ноги, пресс. Прекрасно. Я включаю секундомер и оставляю вас на сцене. Спасибо. Пожалуйста. Поднимаем медленно руки вверх, делаем глубокий вдох и медленно опускаем руки, выдох. Выпаясь вперед, левая нога вперед, грудь вперед и разворачиваем медленно спину на 180 градусов. Медленно поднимаем правую руку и тянемся в бок. Отлично. Правая нога вперед. Поднимаем руку и тянемся в бок. Отлично. Опор лежа на коленях. Готовим локти к работе. Левая, правая, левая, правая. И теперь правая, левая, правая, левая. Встали. Планка на прямых руках. И мы приготовились. Левое колено, левый локоть. Раз. Задействуем мышцы живота. Мы можем остаться в таком темпе. Или мы добавляем скорость. Приготовились. И работаем. Дышим. Таз высоко не отрываем. Три, два, один. Пауза. Планка на прямых руках. Левая, правая, левая, правая. Упрощенный вариант на коленях. Опускаемся на колени. И кошка. Потянулись, расслабили спину. Руки, плечи. Медленно уходим. Упор лежа. Руки пошире. Опустились. Грудью до пола. Выдох. Два. Три. Приготовились. Три отжимания. Три. Встали с колен. Опустились. Три. Два. Один. Встали. Опустились. Дышим. Ладонями отталкиваемся от пола. Работает грудь. Плечи. Трицепс. Встали. Опустились. И продолжаем работать. Просыпаемся. Добавляем темп. И последний раз. Три. Два. Один. Встаем. Медленный присед. Медленно. Пол амплитуды. На усилии выдох. Колени не выходят за линии досков. С каждым разом добавляем все больше и больше амплитуды. Есть тело на катках. Мы приготовились. То же самое. По три раза. Три. Два. Один. Встали. Поехали. Три. Два. Один. Выдох. Встали. Опустились. Два. Один. Три. Два. Один. Встали. Три. Два. Один. Выдох. Держимся. Встали. И последний раз. Три. Два. Один. Пауза. Встаем медленно. Отлично. Бег на месте. Постанавливаем дыхание. Ровное, спокойное дыхание. Дышим. Левое, правое. Раз. Два. Раз. Два. Отлично. Готовимся. Второй раунд на ноги. Поднимаем выше колени. Работают руки, плечи, спина. Поднимаем температуру тела и пульс. Выше колени. Выше. И приготовились. Левая нога. Шаг вперед, шаг назад. Поехали. Шаг вперед. Шаг назад. Три выпада. В прыжке. Два. Три. Пауза. Шаг. Шаг. Три. Два. Один. Пауза. Шаг вперед. Шаг назад. Три. Два. Один. И когда мы готовы, переходим на полную амплитуду руками до пола. Три. Два. Один. Пауза. Вперед. Назад. Три. Два. Один. Шаг вперед. Шаг назад. Два. Один. Сложимся на спину. Ноги в 45 градусов или выше. Ножницы. Раз. Два. Содействуем нижние мышцы живота. Два. Дышим. Поясницу не отрываем от пола. Приготовились. Добавили руки. Раз. Комплекс. Работает низ и верх живота. Выдох на усилии. Плечи полностью на пол не опускаем. Держим их напряжение. Опустили ноги. Раз. Тянемся. Два. Три. Дышим. Еще чуть-чуть. Пауза. Опустились. Выдох. Ну вот и завершилась наша тренировка. Спасибо. Тренер по фитнесу Роман Лыжин. Спасибо вам. Помогали ему Елена Эльвира. Роман, дальше мы должны отправиться на кухню с соломиной, где приготовим что-то вкусненькое. А что говорит практика и что советует тренер? Через какое время после тренировки можно приступать к еде? После тренировки я советую так, что когда полностью пульс, организм успокаивается, принять быстрых углеводов. Это может быть банан, любой сладкий напиток, чтобы восстановить уровень сахара в крови. Ну а полноценный, скажем так, завтрак? Через час, через час после этого, через 40 минут, в зависимости от вашего метаболизма, вы потом уже принимаете прием пищи. Допустим, я перед утренней тренировкой уже поел. То есть для меня уже будет это как второй прием пищи. То есть те, кто не ел, для них это завтрак, это овсяная каша. Это единственное, одно из правильных блюд. К овсяную кашу я советую добавлять, чтобы она была вкуснее. Место сахара, изюм, банан, фрукты, все что угодно на ваше усмотрение. Ну что ж, спасибо за эти ценные рекомендации. Я надеюсь, что кто-то к ним прислушается, потому что, как говорят сами тренеры, одно дело занятия в спортзале, а другое правильное питание. Все должно идти вместе, все должно грамотно сочетаться.